Всем привет! Мне нужен был переходник для EF-S объективов, кропнутых объективов от Canon на мою M6 Mark II, тут EF-M, Bayonet. То есть мне нужен был переходник, я начал искать, думал как все купить Viltrox, дешевый сердиток, где-то в районе двушки, обычный переходник, не Speedbooster. Но нашел от K&F Concept, еще была серия Pro, да подороже, но цену нашел лучшую, как обычно у нас тут на канале, нахожу лучшую цену, делюсь с вами, если товар хороший, переходников я от них еще не видел, фильтры, да, переходников нет. Давайте распечатаем и оценим, стоит ли это покупать или нет. О ценах и обо всем, погнали! В основном все юзают Viltrox, но я пока искал такое, он стоит где-то примерно двушку плюс-минус, я нашел, мне просто эта фирма K&F Concept знакома, прикольно у них на коробке Made in China, на коробке прямо скотч фирменный K&F Concept. Прибыло быстро, я заказал 14-го, 30-го уже получил в Свердловской области. Speedbooster или просто переходников на EF-S объективы полно, а вот от K&F Concept вообще практически нет отзывов по этому поводу. Ну и подумал, давайте я буду... Фирма неплохая и это уже следующая версия, это типа версия Pro, у них уже были переходники на EF-S, ну у них вообще много переходников на разные камеры, под разные объектосы. Нет у них Speedbooster, я так понял, для EF-S, ну вот переходничок есть. И вот что мы видим, фирмовая коробка, коробка в коробке, ну все очень круто упакована, коробка фирмовая, EF-EOS, M-AutoFocus, они называют Pro, это то, что они добавили контакты. Раньше у них просто были переходники без контактов, они были попроще выглядели, есть QR, можно чекнуть и попасть, наверное, на официальный сайт. На момент покупки стоил он мне 4130 рублей, это вдвое дороже, чем Viltrex, я не говорю, что Viltrex хуже или лучше, но просто я знаю, что эти ребята должны тоже сделать достаточно качественно. Инструкция чисто на английском, да, на английском и китайском языках. Вот такой вот шестигранник маленький, за что ты платишь денежки? За коробку, да? Не, я люблю, когда компания круто подходит к своим гаджетам, к своей продукции и делает очень качественный карабас, можно использовать, а можно даже и что-то в нем хранить, а можно даже хранить объектосик, маленький китовый, допустим, китовый объектос сюда вообще залетит на ура. Вот для чего нам нужен шестигранник, это как раз вот эту стойку, это стойка для разгрузки, потому что камера легкая, а объектосы могут быть большими и намного тяжелее, чем сама тушка, Поэтому можно на штатив или куда вы крепите, можно крепить именно переходник, чтобы все, весь вес брал он, а не с камеры на объектив был весь вес, а здесь как раз таки будет золотая середина по разгрузке веса. Позолоченные электронные контакты с использованием высокоточной технологии литья под давлением для обеспечения эффективной проводимости сигнала и коррозийной стойкости. Сам переходник сделан, он никакой не пластиковый, он сделан из алюминия, весит он 105 грамм. Вот здесь мы имеем кнопку со стопором, это чтобы на всякий случай защита от дурака, точки совпали, чик, и он жестко встал, вообще круто встал. Это для EF и EFS объектива, так как раз таки EFS объектив я использовать и хочу. EFS это для кропнутых камер, EF это полнокадровые объективы. Ну с полнокадровыми объективами лучше, конечно, от Viltrox Speedbooster взять, видел я его по самой минимальной цене новой, это где-то 1000 за 8, не знаю сейчас есть ли за 8, нет, но средняя его цена была около десятки. Все нутро переходника, оно не просто матовое, оно такой шершавой матовой краской, вот то есть свет светит ярко, можете видеть как отражаются блики, но вот эта краска, она все эти блики как будто поглощает. А у оригинального объектива и от Viltrox у них вот этих ступенек прямо до конца, вот ступенчатый этот переход, конструкторы K&F концепта, они, наверное же, понимают, что они делают. То есть здесь этих ступенек меньше, они не до конца идут, в конце вот просто чистое кольцо. Можете небольшие блики получить, если переходник плохой, какой-то китайский по низу рынка, они вообще, вам придется что-то колхозить, придумывать, как-то заматовывать это все дело самому, закрашивать или что-то вклеивать. Так вот здесь, я так понимаю, этим заниматься не надо. Sigma, серия Art, 18-35, большой, классный объектив. Ставить будем по точкам, по красным. Так, чик. Он так плотно, чувствую, как металл от металла, аж так плотно, туго заходит. Поворачиваю. Чик. И сработала защелка. Здесь тоже выставляем по точкам. Чик. Тут все легко и аккуратно защелкнулось. Вот так вот все это дело выглядит. Возможно, ну то есть, сейчас, естественно, я буду вот на таком сетапе снимать, только не на M50, а на M6 Mark II в 4K K&F концепт. Вот настолько можно видеть, насколько он его увеличивает. Немножко, конечно, не знаю, круто выглядит оранжевое кольцо или не круто. Я не знаю, по мне так, ничего так. Снимаю с рук без стабилизации, поэтому, возможно, будет небольшая тряска. Ну и вы можете слышать, как работает автофокус. Ну у нас обзор не про объектив сейчас, а обзор про переходник. Автофокус на нем работает. Все работает достаточно четенько. По лицам, фокусировка по лицам быстро. Да, очень быстро фокусируется по лицам. Так, предметки всякие. Проблем с фокусом нет. Давайте по засветам поснимаем вот сбоку. Сбоку, сбоку, сбоку. Теперь с этого боку. Смотрим, как он по засветам. Чик. Сюда. Сюда. Ну никаких бликов, ничего нет. Да, вроде все классно работает. Бленду я не одевал, чтобы максимальное количество света могло попадать. 100%. 100-ваттное освещение у меня, 100% годекс. Вот от подсветки у меня очень много света. Ну что, друзья. Вот такой вот переходник K&F Concept Pro. Переходник классный. Ну что я могу сказать? Это переходник. Мне сравнить не с чем. Ну то, что я купил, я доволен. 4130 рублей. Можно найти от Вилтрекса дешевле, но почему-то я доверяю этой фирме и мне нравится. Как сделано, вы посмотрели, я посмотрел. Сделано очень качественно. Чувствуется, что хорошая штуковина. Просто, ну по факту это кусок металла. Ну главное, чтобы контакты. Автофокус работает отлично. Претензий вообще нет никаких. Поснимал пока туда-сюда что-то. Поснимал сейчас. Походил никаких пока нареканий. Никаких засветов, пересветов. Что-то как-то, чтобы свет не так был. С 1835 EF-S Sigma объективом работает кайфово. Надо, конечно, больше времени, чтобы потестировать. А пока, отличный продавец. Ссылку оставляю в комментариях. Возможно, у тебя есть какие-то вопросы? Спроси меня в комментариях. Ссылка в описании, кстати, а не в комментариях. Если было полезно, подпишись на канал, поддержи меня. Меня это будет мотивировать как-то. Вопросы, как я сказал, в комментариях. На сегодня, я думаю, все. Всех обнял, поднял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok